Морин, здравствуйте, дорогие друзья, мы рады вас всех видеть. Когда Рабай выступает, он говорит на разных темах. Он говорит насчет этой темы, насчет той темы, насчет другой темы. И, конечно, в народе есть люди, которые это нарушают. Если я буду говорить, что нельзя воровать, воры обижаются. Почему он говорит, что нельзя воровать? Если я скажу, что нельзя продавать фальшивое золото, то те, кто продают фальшивое золото, обижаются. Если я говорю, что нельзя продавать машины, которые там кручены майлы, ты знаешь, что крутили майлы и так далее. Сегодня намного труднее крутить майлы, чем раньше. То дилеры обижаются. Что бы я ни говорил, будут люди, которые обижаются. И вот вчера я задел тему насчет разводов. Что у нас в народе очень много разводов, много проблем. Почему бывают разводы? И вдруг мне звонит один человек. Почему вы про меня говорите насчет разводов? Я про вас говорю насчет разводов? Да, весь народ знает, что у вас в семье были большие проблемы. Вы сами виноваты, что вы начали всем это распространять. Но никто не говорил, что я про вас говорю. Он говорит, нет, вы про меня говорите, вы имеете в виду мою семью, потому что вы знаете мою ситуацию. Я говорю, я против вас ничего не имею. Почему я должен про вас что-то иметь? Если я буду на вас злой, я публично скажу, что я человек непорядочный. Почему я должен про вас давать намеки? Про любую тему, которую я буду говорить, будут люди, которые будут обижаться. Однажды меня проглотили на шево-броход. Парню 21 или 20, девушке 19 лет. Я сказал, Коля, кого-то мы скажем этим молодым, что они рано женились. Сегодня, к сожалению, очень больно, что есть много молодых, которые не могут жениться. Им уже 35-40. И вдруг встает моя родственница, и я буду говорить, кто с мамой? Обиделись, вот так мне сделали и ушли. Потом начали письма писать, звонить, они ждут, чтобы у меня было несчастье. Потому что они думали, что я про нее говорю, хотя вообще я не имел в виду. Поэтому обижаться не надо. Тогда я должен молчать, я не буду ничего говорить. Нет такого. Про любую тему, которую я буду говорить, в народе есть люди, которые это нарушают. И я не имею в виду именно про него сказать или про того сказать. А люди думают, нет, он про меня имел в виду. Когда я про них совсем не имел в виду. Поэтому я сказал этому человеку, это сейчас большая проблема насчет разводов. И про вас никто не имел в виду. Просто вы занимаетесь самовнушением. И поэтому не надо обижаться. Вы знаете, 60 лет тому назад был один рабай в Израиле. Его звали Хазон Ищ. Это его было прозвище. Но на самом деле его звали по-другому. Его звали рабай Авраам Ешаяу Карлиц. Конечно, у него история тоже нелегкая. Он написал книги, очень важные книги. И когда он женился, он сказал своему другу, я тебе доверяю найти мне девушку. Вот тебе кольцо, от моего имени ты можешь ее венчать для меня. И он совершил большую ошибку. Ему попалась нехорошая девушка, которая имела большие проблемы психические. Потом, а он уже понял, что он женился на неправильной девушке. И он развелся с ней или нет? Он ее терпел всю жизнь. И он с ней не развелся. Почему? Дай ей гет. Он говорит, если я ей дам гет, я известный человек, все меня знают. Они скажут, если рабай Хазон Иш с ней не справился, то тогда другие сто процентов с ней не справятся. И он вот так ее терпел. Вот так он вечером учился. Хазон Иш. Я не думаю, что у него были дети. Хазон Иш, кроме того, что у него вот такая была проблема в семье, у него были проблемы в сердце и в животе, и доктора ему сказали, что ты обязан идти на свежий воздух. Один час ты должен по улице ходить для того, чтобы это было полезно для твоего сердца и для твоего здоровья. И вот так Хазон Иш, он ходил между городом Бнебрак и Рамадган. И потом, через много лет, когда уже Хазон Иш скончался, эту улицу назвали в Израиле Хазон Иш. Улица Хазон Иш. Кстати, Хазон Иш говорит, что на Суко гвозди забивать нельзя. В Союзе мы в Суко гвозди не забивали. Это его мнение. Когда Хазон Иш шел по улице, он думал про природу или про что он думал вообще? Он такой был великий мудрец. Посчитайте его книги, большие-большие книги. Он скончался 60-70 лет тому назад. Он вот так думал про Тору, и много раз он видел, что он уже не туда попал. Он до такой степени был погружен в свое учение, когда он шел, но он думал про Тору, что он даже не знал, где он сейчас находится. Он не знал, где он сейчас находится. Он так ходил, 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 что он даже иногда терял дорогу. Был один еврей, который не знал, что это великий мудрец Хазон Иш. Один еврей через окно видит какой-то человек. Он каждый день идет по его улице, вот так он ходит. И он вышел на улицу и говорит, ты что бездельничаешь? На Большого Рабая говорит, ты что бездельничаешь? Ты раз не знаешь, что надо Тору изучать? Хазон Иш, он не мог понять. И он говорит, ты лучше Тейлин должен читать, чем гулять туда-сюда. Бездельник ты. На Большого Рабая говорит бездельник. Потому что Хазон Иш, он не имел людей, которые говорят, меня в газете напишите, что я Большой Рабай, рекламу дайте, или мне Шамоша дайте, или машину подкрепите. Он таких вещей не делал. И вот Хазон Иш, он окей-окей сказал, сейчас он глубоко думает про Тору. На следующий день снова он проходит через эту улицу, и снова кто выходит? Этот человек обратно выходит, говорит, на него кричит, почему ты бездельничаешь, почему ты ходишь по дороге? И на следующий день уже Хазон Иш больше по этой улице не шел. Он поменял дорогу и стал ходить по другой улице. Через энное время, через некоторое время, у этого человека, который Хазон Иш дал замечание, у него возникли громадные проблемы. Он не знал, кому пойти за советом, или чтобы им взять благословение. Родные и близкие ему сказали, есть один человек, очень великий мудрец, его зовут Хазон Иш. А он не знает, кто такой Хазон Иш. Он его зрительно знает, но он не знает, что это Хазон Иш. Он говорит, окей, а вы можете меня с ним познакомить, чтобы я сказал свою проблему? И вот они его провели, постучали с Хазон Иш, открывая двери, и что этот человек делает? Этот пожилой человек падает и теряет сознание. Потому что он на этого Хазон Иша кричал, он даже его хотел ударить, наверное. Ты что здесь бездельничаешь, ходишь туда-сюда? Он не знает, что Хазон Иш вынужден ходить по свежему воздуху, и также он замышляет про Тору. Он думает, что он бездельничает. Пока этого старика привели в порядок, он обратно просыпается, снова видит Хазон Иша, обратно продает в оборок. Целый час не могли его успокоить. И потом Хазон Иш говорит, я тебя прощаю, я совсем на тебя не злой, я в сто процентов даже не имею причину, тебя прощать. Вы мне дали хороший совет, чтобы я читал Тейлим, и я вам обещаю, что с того дня я каждый день понемногу читаю Тейлим. Вы представляете? Был бы другой человек, сказал бы, ты вообще с кем разговариваешь, ты знаешь? Ты знаешь, кто такое вообще? Ты мои книги вообще в жизни открывал, читал? Хазон Иш сказал так или нет? Никогда в жизни. Похоже, рассказ произошел с Ротчильдом, когда Ротчильд был в поезде. Похоже, рассказ произошел. И еще я знаю, я видел своими глазами, как один человек, он был на кладбище, он работает, и он про своего босса говорит нехорошие вещи. А как раз-таки босса сын там был. Он говорит, ты про кого говоришь? Это про моего папу ты говоришь. Он тебе дает работу, а ты здесь про него плохие вещи говоришь, про моего папу. О, ам сори, ам сори. Следующая тема. Был один Талмит Хахам, Мудрец Торы, который посетил в одной из синагог вне Израиля. Мы не знаем, это было в Аргентине, это было в Панаме, это было в Мексику, это было в Америке, в Австрии, мы не знаем. Один Рабай выехал из Израиля, и он попал в одну синагогу в диаспоре, вне Израиля. Это было в субботу. В субботу мы молимся обычно поздно. В простой день мы молимся в 5-6 утра, в субботу мы молимся примерно в 8 утра. И в этой синагоге молитва должна была начаться в 8.30 начало молитвы, в субботу. Он говорит, я пришел пораньше в синагогу в 8 часов для того, чтобы я подготовился. Зашел я в синагогу, я вижу, что люди сидят за столом, еще не помолились утром, и они что делают? С большим аппетитом кушают обед, который называется чуланд. Вы знаете, ашкеназы, у них ашкеназы нету, у них чуланд есть. Каждый народ, у них есть название своего обеда, который они едят в субботу. Джахнун, или это другие обеды, у меня целый список есть, каждые евреи, какое название у них обеда. Что такое? Закон говорит, что человек не имеет права кушать до молитвы. И книга Мишнабураб говорит, что если человек кушает до того, как он утром помолился, Бог говорит, ты меня бросил за свою спину, ты уже покушал, ты уже сытый, уже тебе Бог не нужен, ты еще не помолился, что Бог говорит, я тебе дал хороший день и хорошую жизнь, а ты кушаешь уже. Написано в Торе ле тохлю аладам, не кушайте с кровью. И мудрецы отсюда учатся, не кушайте, пока вы не помолитесь за свою кровь. Нельзя человеку кушать утром, пока он не помолится. И я, говорит, пришел в эту синагогу, и эти люди еще не помолились утром, они что делают? Кушают, чулают, разговаривают, кушают. Это так они готовятся к молитве, что мы так готовимся, это он их шаббат, это удовольствие шаббат. И они говорят, рабаев, у нас вопрос есть к вам. Когда кушают чулант, какое барахо мы должны сказать? Мы должны сказать, боре приадама, потому что здесь картошка есть внутри обеда, или мы должны сказать, чай, коль, там мясо есть, а у нас еще немножко рис здесь есть. Может быть, мазанут надо сказать? Какое барахо, говорят на чулант? как вы думаете, он на их вопрос должен ответить или нет? Во-первых, в субботу, если я хочу утром попить до молитвы чай или воду, можно или нет? Кидуш надо делать или нет? Да, мы знаем, у нас есть закон, пока вы не сделали кидуш, вы не можете кушать и пить. Вчера я был на свадьбе, и там одна секретарша мне говорит, Рабай, почему на свадьбе вы обязательно просите вино? Каждый раз, когда я прохожу в этот ресторан, я говорю, дайте мне белое вино. Почему белое? Чтобы мы на платье невесты не вылили. Потому что, если вылиться на платье невесты, то это будет большой балаган. Это пятно не отойдет. Красное вино, как чернила, он не отойдет. И люди удивляются, разве можно использовать белое вино? Я говорю, да, можно. Интересно, эти люди в шаббот на машине едут, это и можно. Но они усомневаются, можно ли использовать белое вино. То, что он в шаббот едет на машине, это разрешается ему. Это он не переживает. Это нормально. Она говорит, Рабай, почему я вижу, всегда вы используете вино? У нас есть закон, не евреи, нельзя говорить закон. Но я не хочу ее обижать, я сказал ей, она говорит, почему вы просите вино? Я говорю, я не прошу, такой закон, когда мы венчаем молодых, или когда кто-то умирает, или когда у нас есть праздники, нам обязательно надо иметь вино. А почему вино? При чем тут вино? Они обычно думали, что я коньяк принесу, может быть, буду их лохаем говорить, или водку, она же не понимает. Я сказал, у нас есть много причин, почему нам надо вино. потому что вино, тем больше стареет, оно становится слабее, или сильнее, крепче. Вино, тем больше времени проходит, оно становится лучше и крепче. Это означает, что тем больше человек стареет, его надо уважать, или выкидывать гарбидж? Надо человека уважать, тем больше он стареет. Он мудреет, надо его уважать. Поэтому мы говорим молодым, дай Бог, что вы тоже сглажили до глубокой старости, и что вы, тем больше вы старели, что больше вас уважали. Вторая причина, почему мы используем вино, потому что виноградные ягодки, они все сплоченные. Яблоко, груши, сливы, они все отдельно-отдельно, но виноградные ягодки, они все сплоченные, что означает, мы должны всегда быть вместе. И на радостные дни, и на печальные дни. А еще одна причина, потому что виноградное дерево, даже если винограднику будет 100 лет, у нас в Союзе были виноградники, у меня дома были виноградники, мы сажали, мы выращивали винограды. Виноградное дерево может самостоятельно стоять или нет? Все деревья, когда вырастают, могут спокойно стоять. Но виноградное дерево, оно никогда стоять не может. Его надо всегда поднимать и завязывать к другим деревьям или к жилетам. То же самое, какой бы ты умный не был, сколько бы у тебя не было лет, ты должен всегда быть привязан к кому? К старшим. Ты должен всегда советоваться с папой, с мамой, с дедушкой. А если ты уже сам, дедушка, все твои родители умерли, ты должен всегда вспоминать, что бы мой папа сейчас сказал. Как бы мой дедушка сейчас поступил, ты должен всегда быть привязанным к старшим. Она была в шоке. Я говорю, хватит этой причины или еще сказать? Окей. Работай. Когда мы говорим, что в субботу, в пятницу ночью, в субботу нельзя кушать и пить, пока вы барахон не скажете, в пятницу, это когда вы принимаете шаббат, уже нельзя кушать, пить, пока вы кедуш не скажете. А если вы чуть позже приняли шаббат, как только солнце взошло, уже в это время кушать, пить нельзя, пока вы кедуш не сделаете, в пятницу. А в субботу утром до молитвы у человека есть сахарный диабет. Он хочет немного покушать, чтобы у него сахара, проблемы не было. Он должен кедуш сделать или нет? Нет. Пока вы сафарторон не почитаете, кедуш не обязательно делать пока. Только когда вы закончили читать сафарторон, большинство людей в городе закончили читать сафарторон, в это время уже вы не можете кушать, пить, пока кедуш не сделаете. Люди говорят, Рабай, давай мы сделаем кедуш. А, что случилось? Здесь конфеты раздают. Люди, а то без кедуша конфеты будут кушать. Во-первых, то, что люди в синагоги бросают конфеты, это надо прекратить. Сколько раз мне в глаз попадал конфет, просто мне посчастливилось, что не ослеп. Сколько раз люди бросают камни, я считаю, что это как камни. Эти конфеты как камни. У человека радостное мероприятие. Хай вот так аккуратно бросаете. А не вот так бросают. Это очень и очень неправильно. Это надо остановить. У меня нет силы это остановить. Даже если мы в этой синагоге остановим, в других местах это не останавливают. Надо это бросание камней остановить и прекратить. Я считаю, это камни. Я конфеты не говорю. Кроме того, что это не полезно, много конфеты. Я хочу закончить на наш вопрос ответить. Во-первых, мы сказали, что до молитвы кушать нельзя. Есть разница, если человек кушает бисквит, или если он кушает банан до молитвы. Разница есть? Или одно и то же? Есть разница. Кушать хлеб категорически нельзя до молитвы. Это категорически нельзя. Кушать бисквит меньше, чем 30 грамм, это не хорошо. Банан кушать – это можно. Но тоже не советуется. Итак, если, например, человек у него сахарный диабет, окей, если он покушает банан или другую вещь, чтобы у него не было проблем, потому что молитва долгая в субботу. Но здесь написано, я заканчиваю мои речи, чуланд – это обед, который очень и очень важный. Это не просто вы чуть-чуть поели, это чуланд – это весь обед. Во-первых, то, что в синагоге люди делают кедуш, если у вас есть радостное мероприятие, у вас дочка родилась, что люди делают? И я в том числе тоже. Вы помните, как мы накрыли на стол, когда у нас была бармитва? Мы как цари здесь накрыли на стол. Было много-много еды. Но проблема в том, что когда люди кушают в синагоге кедуш, они домой приходят в субботу утром уже что? Уже они сыты, у них нет аппетита уже кушать. Жена обижается, обед пропадает. Поэтому мы не 100% согласны, чтобы люди делали кедуш. Мы не согласны с этим. Потому что люди потом приходят сытые, обед пропадает, и уже человек не хочет кушать, он уже сытый. Кедуш делают люди. Это не наш обычай кедуш. Это аж кедуш делают, и они тоже должны как-нибудь подумать об этом. Люди сытые домой приходят, уже кушать не хотят. Эти люди нарушают. Они кушают чулун до молитвы. Что надо делать? В книге Б.Р.Эшек глава 109 задал вопрос. Мы знаем, что нельзя пить вино, которое сделал нееврей. Если это нееврей, он идолопоклонник, это вообще по Торе нельзя это пить вино. Если он на идола налил это вино, это Амудазара. Но если вы не знаете, он идолопоклонник или нет, сегодня большинство людей не идолопоклонники. Они вам просто принесли вино. Он говорит, меня не касается, я хочу пить. Он должен сказать Буре Преагефен или нет? Он сказал Буре Преагефен, благословение на вино. Вы омень должны говорить или нет? В книге Б.Р.Эшек говорит, да, ты сделал грех, что ты попил это вино. Обычно на некошерные вещи барахон нельзя говорить. Человек кушает свинью, но говорит Шиаколь. Но Рафаэль омень говорит, порхата Ашеме лукем милеха улам, Шиаколь не обидару. На свинью, но Шиаколь говорит. Омень можно говорить? Нет. Он проклинает Бога. Но пить вино, которое вам дал нееврей, это мудрецы запретили. И он говорит, да, хоть даже мудрецы запретили пить это вино, Шиаколь он должен сказать. Хотя в книге Б.Р.Эшеколь он спорит с этим. Он говорит, нет, нельзя говорить барахон на это. И это вы Бога проклинаете. Поэтому это большой спор. Что надо делать? Он должен сказать, какой барахон на чудо или нет? Рабай Хаим Каневский допродлит Бог его годы жизни. Он говорит, ты не должен ничего этим людям говорить. А если можешь, даже скажи, чтобы они этот обычай остановили и прекратили. Всем вам хорошего дня. Бараха дуна лаулам. Амин ваамин.